В результатах выборов. По Харькову набрали вы там 10 тысяч голосов, 2,44%. Это меньше, чем было недействительных бюллетеней. И вы говорите сейчас о праймерсе, да? Вот. Все-таки хотелось бы вернуться к этому вопросу. Вот можете вы назвать реально 5 человек, известных в Харьковской области, которые могут быть как VIP-агитаторы, потом использоваться при... Как спикеры. Как спикеры. Как спикеры, ну это входит, да, VIP-агитаторы. И вот у меня еще такой вопрос. Вы проработали, собственно говоря, все время в Дзержинском районе, возглавляли его, да? Не рассматриваете ли вы результаты 2010 года по мажоритарным округам? Как своего рода праймерс, именно среди избирателей. И вот чем вы можете объяснить ваш личный невысокий результат на втором мажоритарном округе? Вы набрали тогда 599 голосов, 5 место. Ну хотя, как бы, вы довольно известная фигура в Дзержинском районе, давно там работали, многие знают. И анализ вот этих выборов, то есть вот кто набрал у вас максимум и могут они рассматриваться как VIP-агитаторы? Давайте первая часть вашего вопроса. Кто будет у нас VIP-личность, как вы сказали, которые будут или кандидатами, или будут там VIP-агитаторы? Да, да, да. Естественно, мы ищем таких людей, договариваемся, обсуждаем моменты. Но, наверное, об этом говорить сейчас рано. Я думаю, сейчас ни одна партийная структура не расскажет, кто будет в ее рядах представлять эту партию, агитировать за эту партию. Потому что это еще, во-первых, рано, а во-вторых, это, наверное, нарушает определенные стратегии. Что касается результата выборов, ну, вы спросили про мой результат. Для меня этот результат был удивительный, потому что я, допустим, знаю активность по другим округам. И у нас по многим округам, где была менее активная работа, несколько кандидатов заняли вторые позиции. И я бы сейчас не хотел разбирать причины, почему так получилось. Наверное, я недостаточно работаю. А может, подтасовки? Ну, что-то ладно. Что, я по себе не знаю. И что касается третьего вопроса. А, ну, фактически я ответил на все ваши пилоты. Да, Николай Григорьевич. У меня возник вопрос. Во-первых, вот продолжая тему кандидатов, вы перед этим говорили, что вы готовы сотрудничать со всеми, кто придет к вам. Не рассматриваете ли вы обратную позицию, когда вы придете к кому-то? Ведь, смотрите, относительно общей массы гражданского общества в Украине, размер партии любой, ну, кроме партии регионов, это доли процента. Общее количество членов партии. Общее количество членов вашей партии. Это доли процента от населения Харьковской области. Всей партии, не Харьковская организация, всей партии удар в масштабах Украины. Ну, значительно меньше 100 тысяч, если мне память не изменит. Значительно. Так может быть, обратное движение, партия должна пойти к общественным организациям, имеющим имидж, имеющим знаковые фигуры, и предложить себя как инструмент реализации их общественных потребностей. Это европейская практика. А вы предлагаете, если я правильно понял ваши слова, практику совковую. Мы, партия, сидим и ждем, когда к нам придут и скажут, возьмите нас. Не придут. Вот Андрей Антонович, знаковый в Харькове человек, он не придет к вам. В лучшем случае, если вы к нему придете предлагать, он вас выслушает. Вот. И из этого вытекающий еще такой вопрос. Рассматриваете ли вы, в принципе, возможность привлечения в качестве кандидатов от партии по мажоритарным, по партийному списку профессионалов, не членов партии на уровне найма на работу? То есть, грубо говоря, пришли к человеку и говорим, мы хотим тебя нанять на работу как кандидата, а потом как депутата. С договором, с правами и обязанностями сторон, где зафиксировано обязанность не переходить и так далее. С зарплатой, пусть мизерной, но это уже юридические обязательства. Права подать в судно этого кандидата за невыполнение договора. Вот подобная модель вами, вашей партии, рассматривалась ли? Если у вас нет знаковых людей, позвать их со стороны уже знаковых. Давайте. Да. Извините, друзья. Что касается членства в партии и предстоящих выборов. Сотрудничества с партией. Ну, вы сначала сказали про членство. То есть, что у нас небольшое количество членов нашей партии. Да, у нас небольшое количество членов партии. Но, в отличие от совковых партий, как вы сказали, у нас нет задачи наращивать численность партий. Это принципиально. То есть, у нас членами партии могут быть люди, которые хотят активно участвовать в партийной жизни. На выборах будут голосовать за ту политическую силу, которую поддерживают люди. Но не обязательно должны быть членами этой партии. Поэтому у нас немножко другой принцип. Ну, если взять вот партию регионов. Там вот... Они хотя бы сконцентрировали у себя узнаваемых фигур. А у вас людей мало, узнаваемых людей еще меньше. В общем, вопрос. Сейчас избиратель даст ответ. Узнаваемые люди, которые сконцентрировали... Я же не сказал, плюс или минус узнаваемые. Хорошо или плохо. То есть, еще раз. Партия УДАР. Мы ставим перед собой задачу увеличить численность партии. Мы ставим перед собой задачу разработать те принципы. И вести такую работу, которая будет удовлетворять большую часть населения Украины. И если население нам поверит, то увидит, что мы действительно работаем. И будет нас поддерживать. Ну, наверное, будет это главным достижением нашей партии. Что касается принципов контрактных с кандидатами. То есть, привлечения знаковых фигур. Ну, насколько я понимаю, уже не первые десяток лет все партии разрабатывают такой контракт, который позволит заранее определить права и обязанности кандидатов, потом членов партии, потом депутатов. Но еще никто такого не разрабатывает. Нет таких на сегодняшний момент обязательств с контрактом, которые могут на 100% урегулировать все отношения между партией и кандидатом. И по которому, допустим, партия может предъявить какие-то претензии. Или кандидат в партии предъявит претензии. На сегодняшний момент такого не существует. И, наверное, это нельзя говорить, это хорошо или плохо. Это вот так. Практика, так сложилось. Так есть, так сложилось, да. Поэтому все будет зависеть от того, если кандидат разделяет наши цели, задачи, готов работать, добро пожаловать. Спасибо. Можно тоже вопрос. Да, пожалуйста, последний. Еще раз. Очень поддерживаю этот вопрос, который только же коллега задал. Вот смотрите, хорошие принципы и программы партии ревьюн. Чем плохая программа партии ревьюн? Чего лучше коммунистов? Каждому по потребности. Life, Schuster, там, Schuster Life передача. Сделал вопрос. 85% населения поддерживает принципы. Сейчас расскажу. Добавьте чернобыльцев, добавьте туда предпринимателей, экологов. И картина вырисуется следующим образом. Вы говорите, вот они должны присоединиться к вам. И это принципиальный вопрос. Это вам нужно прийти к людям и присоединиться к ним. И быть делегатами их требований. Это европейские... Афганцев больше в разы. На сегодняшний день я хочу сказать просто... Это не вопрос. Это просто высказывайте свои пожелания и свое точное зрение. Я прошу прощения. Я просто переживаю точно так за точку, что он бы мог бы сегодня действительно на этой логе быть... Украинским лидером стать. Действительно оппозиционером. Потому что люди не верят. Почему такой подход у вас лично? Люди должны к вам.